Завод по переработке масленичных культур планируют построить в Иркутской области. Об этом губернатору Игорю Кобзеву сообщили во время его рабочего визита в Золоринский район. Предприятие построят на базе ООО «Забайкальский агрохолдинг». Объект находится на стадии проектирования. Расчетная мощность будущего производства – 50 тысяч тонн. Предполагается, что на заводе будут не только производить рапсовое масло, но и заниматься переработкой льна. А перед строительством предприятие планирует увеличить пассивные мощности. У него налажены стабильные деловые отношения и логистика с покупателями на территории России и Китая. Перевозчики сообщили о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Билет на автобус «Ангарск-Иркутск» теперь обойдется в 150 рублей вместо 110. А если места бронировать, то будет еще и прибавка. Пассажиры возмущаются. Ежедневно на этих автобусах к местам работы и учебы добираются сотни людей. Комментариев от руководства компании междугородних перевозок получить не удалось. Люди рассказывают, что за то, что они активно интересовались причинами повышения цен, их даже блокировали в соцсетях перевозчика. По причине многочисленных жалоб граждан на резкое увеличение стоимости, Федеральная антимонопольная служба отправила запрос с требованием обосновать повышение цен. В случае выявления нарушения примут меры реагирования. Весной в Усть-Куте обостряется вопрос с состоянием дорог. Огромная лужа собирается в самом центре города. Местные власти на все вопросы горожан заявляют, что при неисправной ливневой системе дорогу починить не получится. Ежегодно приходится откачивать воду вакуумными машинами. Но, несмотря на откачку, вода остается. Всего таких машин две. Из-за ежедневных осадков они не справляются. По словам главы города, техники хватает, но вывозить воду некуда. Работу выполнять трудно еще и из-за загруженности дорог. В администрации рассказывают, что разрабатывают проект ремонта, который позволит решить проблемы. Однако починить дорогу смогут еще не скоро. Работы в лучшем случае начнутся в следующем году. А в братский ремонт дорог в разгаре. Движение автомобилей по улице Комсомольской от Подбельского до Обручево полностью перекрыли. Там начался капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На время проведения работ специалисты администрации разработали схему объездов и новые маршруты транспорта. Специалисты отмечают, что принимают все необходимые меры, чтобы асфальтовые работы завершили в летний период и появилась возможность в максимально короткое время открыть какие-то части дороги для проезда. По контракту подрядчик должен завершить ремонт до 25 ноября. В Усолье-Сибирском жалуются на разрушающиеся контейнерные площадки во дворах. По словам жильцов, их заливали зимой, в мороз, на снег. Поэтому стены рухнули, а бетон осыпался. Между кладкой – дыры и трещины. Из-за неблагоустроенной территории вокруг контейнеров, к ним и мусоровозы подъехать не могут. Поэтому баки нередко заполнены доверху. А квитанции за вывоз мусора жителям приходят. Встает и вопрос безопасности. Детской площадки около этих баков нет, и дети бегают вокруг контейнеров. Горожане считают, что эти площадки нужно сносить и отстраивать заново. На ремонт они не согласны. В администрации обещают отсыпать подъезды и по гарантии починить разрушающиеся стены. Кражу кабеля на сумму более 16 миллионов рублей раскрыли полицейские в Устилимске. По предварительной информации, осенью прошлого года двое местных жителей 26 и 30 лет похитили более 22 тысяч метров электропроводов. Следствие установило, что один из фигурантов работал сторожем предприятия, с которого совершали кражи. Он называл сообщнику дату и время, когда можно вывести кабель. В домах подозреваемых нашли угловую шлифовальную машинку и принадлежности к ней. Возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok